Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – явление воскресшего Господа Марии Магдалине. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 18 стихи. Мария Магдалина опережает жен Мироносец и приходит к гробнице Господа Иисуса Христа, когда еще темно, но обнаруживает, что гробница пуста. Она бежит для того, чтобы сообщить об этом ближайшим ученикам Христовым Петру и Иоанну и встречает по дороге жен Мироносец. Услышав об этом, Петр и Иоанн бегут к гробнице Господа Иисуса, видят, что тела нет, а на ложе находятся пелены и отдельный лежащий плат. По дороге назад апостол Петр удивляется этому происшествию, а Иоанн Богослов, увидев пустую гробницу, уверовал в воскресение Христова. Но Мария Магдалина находится в большом огорчении и смущении. Сообщив Петру и Иоанну огорчительную печальную новость, она считает, что тело Господа Иисуса Христа кто-то похитил, она возвращается назад к гробнице. Но там она была удостойна явления воскресшего Господа Иисуса Христа, который ее через это ободряет. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 11 стих. Мария Магдалина приходит в большом расстройстве чувств к гробнице. И стоит рядом у входа и плачет. И когда она плачет, она желает еще раз заглянуть в гробницу, но видит, что теперь в гробнице находятся два ангела. Эти ангелы охарактеризованы как сидящие, но сидящие в блистающихся белых одеждах. В греческом тексте эн левкис, в белом сидящих. Причем один сидел там, где прежде располагалась глава Господа Иисуса Христа, а другой сидел на противоположном конце ложа гробницы, там где прежде были ноги Иисуса. И вот само по себе то, что Мария видит явление двух представителей высших ангельских сил, это уже должно было бы ее удивить. Однако еще более ее, как представительницу еврейского народа, должно было бы удивить то, что ангелы сидят там, где еще некоторое время назад находилось тело усопшего Иисуса. Ведь по еврейским законам нельзя притрагиваться к тем предметам, которым прикоснулось тело усопшего, дабы не оскверниться. И вот ангелы сидят на ложе для того, чтобы самим этим сидением своим на ложе показать. Нет и не может быть осквернения, ибо это тело воскресло, воскрес источник жизни. И вот ангелы проявляют инициативу. Они обращаются к Марии Магдалине. 13 стих. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Желая приготовить ее к явлению воскресшего Христа, ангелы спрашивают ее, какова причина ее скорби. Но Мария Магдалина, похоже, находится в таком расстройстве чувств. Похоже, в ее мозгу пульсирует только одна мысль. Мысль о том, что унесли тело ее Господа и Учителя, что она не удивляется. А, видимо, лучше сказать иначе, через свое удивление явлению ангелов, говорит о том, что ее беспокоит, о том, что кто-то украл тело ее Господина. 14 стих. «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Сказав об этом ангелам, Мария Магдалина оборачивается. По какой причине? Возможно, два основных объяснения. Первое объяснение заключается в том, что она могла случайно обернуться, либо почувствовала, что кто-то подошел, какой-то человек, и поэтому она обернулась. И, конечно, это объяснение невозможно отвергнуть, так могло и быть. Но это объяснение очень хорошо дополняет иное объяснение, согласно которому сами ангелы пали ниц, когда увидели позади Марии Магдалины, пришедшего к ней Господа Иисуса Христа. Итак, по неким почтительным движениям ангелов, Мария поняла, что кто-то находится за ней. Таково объяснение святителя Иоанна Златоуста. Она оборачивается, видит Господа Иисуса Христа, но его не узнает. И вот это очень важная и интересная характеристика воскресшего тела Господа Иисуса. Чуть дальше, в этой же 20 главе Иоанн Богослов скажет, что Господь проходит через закрытые двери, то есть тело приобретает новые свойства. А здесь, из этого события, встречи с Марией Магдалиной, видно, что тело воскресшего Господа было преображенным, так что не сразу она, Мария, его узнала. Она его узнает, но узнает по голосу, по привычной интонации. Точно так же, как и два путника, которых церковная традиция ассоциируется с Лукой и Клеопой, которые шли в Эммаус вместе с Господом Иисусом Христом, его сразу сначала не узнали, а узнали только в преломлении хлеба, когда он свершил Евхаристию и при этом сделал привычный для них знак движения рукой. Поэтому и Мария Магдалина оборачивается, видит Иисуса, но его не узнает. Пятнадцатый стих. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовня, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Господь Иисус Христос задает Марии Магдалине точно такой же вопрос, какой задали ей ангелы. Задает такой же вопрос, потому что это наиболее верный путь обратиться к человеку, находящемуся в скорби, спросить о том, что его огорчает и угнетает. Потому что любые другие вопросы, заданные Марии Магдалиной, даже самими ангелами и самим Господом Иисусом Христом, Мария Магдалина могла бы не понять, ибо она думала только об одном. Но когда сначала высшая сила, а потом сам Господь спрашивают у нее, что тебя беспокоит, почему ты скорбишь, она отвечает и открывает свое сердце для дальнейшего общения. И вот в этой истории замечательный пример и для нас с вами, как поступать, когда кто-то из наших ближних находится в скорби, когда посещает какая-то неприятная ситуация. Нужно спрашивать, о чем ты скорбишь, что не так? И когда мы услышим ответ, мы, конечно же, сможем помочь хотя бы тем, что успокоим человека, находящегося рядом с нами в скорби. И Господь Иисус Христос задает этот вопрос, и Мария Магдалина вновь отвечает то же, что прежде сказала апостолам Петру Иоанну, а затем горним силам. Кто-то вынес тело моего господина. Но она думает, что Господь Иисус Христос это садовник, и поэтому она говорит ему так, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Прежде Мария Магдалина думала, что тело Господа Иисуса Христа похитили. Что она имеет в виду под фразой «Если ты вынес его». Она могла думать, что садовник находится в сговоре с грабителями, но тем не менее пытается садовника к себе расположить. Либо другая версия. Она думала, что садовник увидел, куда унесли тело Иисуса грабители, и может ей в этом подсказать. Как бы то ни было, она просит садовника, за которого принимает Господа Иисуса Христа, чтобы он показал место, куда унесли тело. И я возьму его. Конечно же, она не могла бы сама взять тело усопшего, но она могла бы вновь обратиться к ученикам, позвать на помощь, для того, чтобы разместить тело Господа в достойном для погребения месте. 16 стих. Иисус говорит ей, «Мария!» Она, обратившись, говорит ему, «Равуни!» Что значит «учитель!» Похоже, попросив Господа Иисуса Христа, которого она понимала, как садовника, открыть ей место, куда он положил тело ее Господина. И не дождавшись ответа, Мария Магдалина вновь поворачивается ко входу в гробницу. Но Господь Иисус Христос называет ее по имени, вероятно, с привычной для нее интонацией. Она узнает его голос. Он говорит, «Мария!» И тогда она оборачивается назад и тут же говорит ему, «Равуни!» А Иоанн Богослов дает перевод на греческий язык. Это значит «учитель!» Итак, она слышит голос и тут же оборачивается и говорит ему, «Ты мой учитель!» Семнадцатый стих. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Вероятно, Мария Магдалина настолько обрадовалась, что хотела внешне, эмоционально, пылко проявить свое чувство, свою радость и хотела, видимо, не только прикоснуться, может быть, даже и взять за руку Господа Иисуса Христа, но Господь ей этого не позволяет, потому что все по-иному. Он теперь воскресший в ином теле, и он желает, чтобы она воспринимала его как воскресшего Господа, поэтому он ей запрещает. запрещает неуместное, ненужное, неправильное проявление радости эмоциональным образом. Чуть позже, как мы знаем, Господь Иисус Христос позволит и Марии Магдалине, и другим женам прикоснуться к его ногам. Он позволит Фоме вложить пальцы в свои раны, но сейчас он этого не дозволяет. И через это показывает, на примере Марии Магдалины, что радость оказывается должна быть тихой и спокойной. И поэтому даже если что-то происходит замечательное, прекрасное в нашей жизни, это не означает, что мы себе должны разрешить радоваться бессмысленно, неразумно, а бывают у нас ситуации, когда мы отталкиваемся от какого-то повода, собираем друзей, организуем пир, и уже после радости наступает некое и ненужное, неправильное помрачение ума и даже усталость. Поэтому Господь показывает Марии Магдалине, как правильно нужно радоваться. Радоваться не эмоционально, а радоваться сдержанно, радоваться тому, что он воскрес. И вот для того, чтобы показать и что он к ней расположен, что ее он не отвергает, он просто желает, чтобы иначе она проявила свое воодушевление, он ей далее говорит, я еще не вошел к Отцу моему. Он имеет в виду следующее, что я не только предсказывал свое воскресение, но и восшествие на небо к Отцу, однако я еще пока не вошел к Отцу. Ты видишь не Духа, ты видишь меня, не сомневайся, тебе не нужно ко мне прикасаться для того, чтобы в этом убедиться, ты и так в этом убедишься вскоре, когда я буду беседовать с учениками, поэтому лучше пойди и сообщи ученикам радостную новость. Иди к братьям моим, называют здесь учеников уже братьями, потому что настолько исцеленная природа человека может быть близкой к Богу, что воплотившийся Бог называет учеников братьями. И скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. И хотя дело искупления нас от греха, проклятия, смерти, соделанное Христом настолько велико, что он даже соизволяет назвать верующих в него братьями, но тут же подчеркивает, что тем не менее сыновство Богу, которое есть у него, совершенно иного порядка, нежели наше сыновство Богу, ибо он равен Отцу по природе, он также есть Бог, а мы через его жертву усовлены Богу, мы избавились от греха и страсти, поэтому и различают иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему, Отец Небесный иначе Отец для меня, иначе для вас, Он есть Бог мой, но иным образом, нежели Бог ваш. 18 стих Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Интересно, что в греческом тексте стоит глагол ангело, который, конечно же, означает возвещать, но в этом месте использование данного слова Иоанна богословом особенно интересно, ведь в начале данной истории Мария Магдалина удостоилась прежде явления ангелов, а только потом воскресения явления воскресшего Господа. И получается, что нечто подобное будет и с учениками. Вначале она придет и возвестит им о воскресшем Господе, а потом уже сам Господь явится им, как ангелы готовили Марию Магдалину ко встрече с воскресшем Христом, так и она подготовит учеников. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Магдалину Магдалину Магдалину